Здравствуйте, ребята! Меня зовут Алексей, продолжаем компанию за протасов. Вершитель, к нам приближается крупный тиранский флот. Однако их корабли не похожи на те, с которыми нам доводилось сталкиваться раньше. Нас вызывает их флагман крейсер Александр. Командир протасов, говорит Алексей Стуков, адмирал объединенного земного директората. Мой флот прибыл взять под контроль доминион тиранов и все его колонии. Вы нарушили границы и атаковали войска тиранов. Отключите щиты и систему вооружения. Ваши корабли и все трофеи, добытые вами на этой планете, перейдут во владение ОЗД. Объединенный земной директорат? Рейнер упоминал о далекой родине тиранов, планете под названием Земля. Да. Долгий же путь они проделали, чтобы развязать с нами войну. Не падай духом, Сироту. Неужели ты боишься этих людей? Да кто они по сравнению с нами? Разве не мы уничтожили сверхразум? Ты прав, Артанис. Но мы сделали это не без помощи тиранов. Не стоит их недооценивать. Разумеется. Вершитель, я выдвинусь вперед и попытаюсь найти способ прорвать блокаду. Посмотрим, каковы эти люди в бою. Энтаро Тассадар. Ха, показали. А Стукова, который еще не был заражен. По заданию нужно уничтожить генераторы и сделать так, чтобы Артанис не погиб. Поехали. Изначально нам дается небольшая армия, а по всей видимости базы у нас не будет. Нам предстоит такая долгая, унылая миссия, в которой мы пообщаемся с вами за Керриган, да? Вот, мне иногда пишут комментарии по поводу Керриган. Ну и разберем некоторые из них. Так, давайте, ребятушки, аккуратно пролетаем. Здесь, короче, по всей видимости, очень много защитных вышек, поэтому надо действовать аккуратно, максимально, да? Чтобы не отдать нашу армию. Ну так и будем продвигаться, то есть АПСО подсвечиваем, да, продвигаемся дальше. Все хорошо, как бы. Ой, все хорошо в этом плане. Так, давайте попробуем Драгунами. У них, в принципе, радиус атаки хороший, главное подсвечивать постоянно ими. Ну, во. Ну, и аккуратно продвигаемся вперед. Что касается Керриган, ребят, я все равно остаюсь при мнении, что это злобная тварь, в том плане, что ничего хорошего она не сделала. Да, мне писали в комментариях, вот она убила Менска, вот она там убила ОМУНа. Но какой ценой она убила? Того же Менска она убила, там, миллионы, миллиарды гражданских погибли, да? И то она как, добралась до самого Менска, она с помощью зергов, да? То есть не сама она там его где-то нашла и убила. Если бы Рейнер не вмешался, он бы сам ее убил, Менск. То есть везде где-то у нее все складывалось хорошо. То есть кто-то ей помогал. Что-то у нее там случалось еще, что она выходила победительницей. Ой, все у нее в жизни было прекрасно. Единственное, знаете, вот меня писали в комментариях такой вопрос, который меня, если честно, опоздал в тупик. Сказали, мол, Леха, вот извини меня, но Менск ее предал, да? То есть а как бы ты поступил на ее стороне? Ну, то есть я ее осуждаю за то, что она там развязала войну с тиранами. Вот. А как бы ты поступил? Тебя предали, тебя кинули, да? Конечно, она будет мстить. Тут такой вопрос, конечно. Вопрос очень хороший, скажем так. А первый генератор у нас находится ниже. Блин, что сделать? Можно, смотрите, как сделать. Можно передропнуть этих ребят, да? Сейчас мы их передропнем наверх. Вынесем защитные вышки. И все, и может теми же самолетами пролететь просто вперед. Так что такое дело, ребятушки, так что такое дело. Аккуратно прочищаем. Да, кстати, еще спрашивали, почему я не строю генераторы щита. Щиты здесь регенятся в первом Старкрафте. То есть человек просто писал, что щиты не регенятся. Щиты регенятся просто не так, может, быстро. Вот. А генераторы, они здесь не на автокасте. То есть это она будет контролировать их. То есть проще там, не знаю, мне кажется, фотонку построить, которая стоит 150, чем строить генератор за сотку, да? И пытаться как-то что-то отконтролировать. Просто зная себя, я чувствую, что я завтыкаю где-то и построю в генератор. В общем, ничего это мне не даст. Все равно в фотонку там ту же самую еще что-то просто снесут. Во втором Старкрафте, конечно, удобно это все на автокасте. О, нихера себе вы достаете. Хорош. Ну, по всей видимости, уничтожим генератор, а мы отключим систему обороны. Как нам говорили в задании, еще останется 4 генератора, которые нужно уничтожить. Ну, давай шустрее. Во, сейчас в двоечка быстро разберутся. Просто мне хочется какой-то немножко справедливости, потому что у Кириган все в жизни хорошо. Ну, вот реально, ребят. Ну, где она что-то потеряла в жизни? То есть даже зерги ее схватили, а они ее не убили, а сделали одной из своих там, да? Ну, как я и говорил, да. Получается, отключили все. О, нихера себе. Так, а вы у нас не работаете. Хорошо, отлично. Нам сообщили о подкреплении, да, вот, ребят. То есть, получается, ее похитили зерги, они ее не убили, сделали своей. Пошла она Менску убивать за счет зергов, то есть не сама где-то его там подкараулила. Когда Менск ее там чуть не убил, Рейнор вмешался, да? Чтобы Амуна убить, сделали ее Зелнага. Ну, то есть, везде все у нее в шоколаде. То есть, тут, мне кажется, спорить излишне. Так, давайте, ребятушки, высаживайтесь. У нас, кстати, доступны темные тамплиеры, они же дарки. Давайте там подсветим что-нибудь, да? Посмотрим вообще, что там есть у противника. Просто если там просветки нету, можно бункера вообще на шару забрать. Чисто дарками пройти вперед и все. Ну да, смотрите, не палят же, не палят. Ну, давайте попробуем, чем черт не шутит. Так, у меня, по-моему, было больше дарков, да, конечно. Один из дропов не высадился. Во! Неплохо они раздают. Досвидули. Так, что касается вышек, а вы можете достать до них? О, ни хера себе, на уши я судно прилетела. Вот это поворот. Давайте его снесем, потому что она, по-моему, палит инвиз. Во, хорош. Самое главное в нашем деле не торопиться. Сейчас посмотрим, что там впереди есть интересного. Так, ПВОшки, хорошо. Тут тоже, что ли, ПВО? О, да, смотрите, тут еще и танк. Ни хера себе. Ну, значит, вариант такой. Можем... Так, это отключено, хорошо. Можем пролететь, убить ПВОшку, да, потом уже танк. Давайте попробуем. Кучнее и аккуратно. ПВОшка упала, фокус танка. Вот. Уже лучше. Что еще может сделать? Ну, фишка в том, что здесь сильно не разгуляешься, потому что там бункера, да? Давайте, может, ПВОшки хоть как-то посносим. Не знаю, правда, даст ли мне это что-то или нет. Нужно подумать. Фишка в том, что у бункеров тоже радиус атаки большой, поэтому... Я не думаю, что получится как-то на шару забрать этот генератор. Барин, что же сделать-то? Давайте Апсуле и полетаем, посмотрим. Снизу там тоже бункер. Сверху, если наломиться, да? Как вариант. Ну, сверху наломиться будет тяжело. Так, здесь одна ПВОшка, но там дальше еще одна. Ну, куда? Ну, куда вы, ну, ёпту? Все, все, движуха началась. Увидели они, что там кого-то атакуют. Просто я думаю, если, допустим, убить эту ПВО и дропнуться сюда, что это даст? Ничего, собственно, это нам не даст. Ладно, ребят, давайте сделаем следующим образом. Давайте как-то войска скомпонуем, да? Пойдем в атаку. Пойдем в атаку, просто через А-клик. Потому что другого варианта у меня, мне кажется, не остается. Ну, что, попробуем? Я, конечно, понимаю, что часть дарков убьют. Блин, куда я камеру? Куда мне камера улетела? Да, часть дарков убьют, а что поделаешь? Тут, извините меня, ничего с этим не поделаешь. Ну, конечно, эти затупки где-то свояли, сиськи мяли. Не, ну это полный бред, ребят, вот честное слово. В момент атаки, когда дарки там докли, на передке эти где-то шары свои мяли. Ну, это дичь, честное слово. По-другому не скажешь. Но, с другой стороны, смотрите, мы уже... Да куда ты поперся, ёпту? Может, самолетами аккуратно пролететь, а? Как думаете? Хотя, в любом случае, бункер придется уничтожать, наверное, да? Ну, эти затупки, конечно, молодцы. Когда дарки там сражались, эти тупили где-то стояли. Вот даже сейчас эти на передке стоят сражаются, эти сзади тупят. Ну, можно окликом пробежать. Во, отлично, уже получше, уже получше. Всё, чучим, чучим. Хорош. Так, надеюсь, там танков больше не будет. Отводим. Блин, здесь контроля вообще в первом старокрафте, мне кажется, вообще и в принципе нету. С учетом того, как они вообще тут бегают, тупят. То есть, ты банально хочешь юнита подконтролить, сделать так, чтобы он выжил. Он начинает тупить, бегать туда-сюда. Но это полный бред. Возможно, он здесь есть контроль, да? То есть, просто здесь его надо намного больше, чем в том же втором старокрафте. Всё, отключайтесь. Я готов. Под крепление уже в пути. Под крепление в пути. Хорошо. Это очень хорошо. Какая-то херня постоянно прилетает тут. Так, ну что, ребята, нам осталось еще три этих штучки. Три штучки приколюшки. Давайте их разбросаем. Залазим, залазим, не стесняемся. Небольшое подкрепление, но лишним не может быть. Слушайте, я вообще забыл про этих зелов, если честно. Только сейчас вспомнил. Я думал, что что-то я где-то упустил. То есть, получается, тех дарков, которых я отдал, это... было очень напрасно, потому что... потому что они могли сражаться вместе с зелами. А зелов там не было в атаке. И драгуны, которые стояли где-то в жопе, смотрели, как... лихо умирают темные тамплиеры на передке. Да, весело. Так, ну что здесь у нас происходит? Куча танков. Давайте сюда дропнемся для начала, да? Сейчас самолетами полетаем, посмотрим вообще, что там есть у противника. Так, все высадились, да? Все, отлично. Значит, делаем следующим образом. Самолеты здесь. Ладно, пусть они остаются. Так, а там еще апсы есть у нас. Давайте, заюзаем. Как-то надо наломиться. Ага. Сейчас вот эти танки почухаем. Танки, конечно, делают вырванные годы. Лучше свои войска не подставлять под танки. О, ничего себе, на бункер уже наломились. Вы что творите? Все, отходим. Короче, надо туда апса забросить, да? Посмотреть вообще, что там есть. Но что-то я здесь апса не наблюдаю. Этого я апса снизу привел. Но у нас фишка в том, что здесь уже был опс. Где-то я его просто потерял. Потерял из виду. Слишком он какой-то неприметный. Ну, ладно. Сейчас аккуратно посмотрим, что там есть у противника. А как вариант, может что сделать? Может, допустим, сюда высадиться с делами, да, теми же. Пойти в атаку. Самолетами, если что, прикрыть. Зилуф, я думаю, что не жалко, да? Просто пошлем в атаку, да? На убой. Ха-ха. Не, а что они прохлаждались? Главное, дарки у меня погибали там смертью храбрых. Зилы у меня прохлаждались. Хотя это них, нихера вина. Это я про них просто забыл. Так, давайте, запрыгивайте. И нужен еще один самолет. Тут еще проблема в том, что такие узкие пространства, что войска будут просто тупить. Вот как это было уже с драгунами. Поэтому, я не знаю, просто чисто зилов послать в атаку и все. Ну что, ребят, попробуем, да, наломиться. Ты-то куда полез? Я где-то был, когда с дарками я сражался. Точнее, с дарками. Вот. Вот, отлично. Ох, и хера себе, там еще бункера какие-то. Тут эти огнеметчики, конечно, раздают зилам. Но ничего, вроде справляемся. Да, немножко потерял войск. Но не страшно. Хорош. Веселые вы, ребята. Ну давайте тогда хера чтите. Ха-ха, по вошке. Так, а мы здесь займемся немножко другим. Высаживаем всех драгунов. Куда вы пошли? Ну куда вы пошли? Ну говорил ли я вам идти туда? Нет? Что за дичь? Во, во. Теперь, значит, идем вниз. Тут тоже очень много турелей. Куда ты пошел? Ну, епту, ну. Ты меня лучше не злей. Понял, 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 понял намек. Намек я прекрасно понял. Так, как бы лучше залететь? Там еще дело в том, что одна турелька. Может тогда сперва вот эту вынести? Достаешь? Нет. Достает. Вот, хорош. Нужно что-то сделать. А давайте попробуем по низу пробежать. Просто я планировал как-то сверху дропнуться. Но дропнуться сверху, похоже, не получится. В силу того, что здесь очень много ПВО. Хотя, вот слепая зона, да? Вот. Вот сюда можно высадиться. Давайте посмотрим, что там есть. Ты хочешь сказать, что у меня чисто ПВОшки, что ли? Я служу к хазу. Да, ладно. А вот это уже интересно. Или можно по низу пролететь? Ладно, идите пока прочищайте. Пока я, короче, не до конца понял, как лучше сделать. Но пока зелы справляются, да? То есть зачищаются эти ПВОшки. Куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда? Вы что встали? Я вас через атаку пустил. Так, ну что, ребят? Плацдарм готов. Что делаем? Сюда высаживаемся, да? Или чуть ниже? Так оно безопаснее будет, да? Вот здесь какая-то слепая зона, как мне кажется. Минус самолет. Хватит юлозить, ну ёпту. Ну подамажили вас немножко. Что поделаешь-то? Зачем юлозить? О, там еще и бункер. Как бы лучше сделать? Можно вот так вот поодиночке подходить, хотя бы постреливать по нему, да? Да ты же доставал, что ты паришься? Пару выстрелов, отходим. Хорошо. Следующий. Я не хочу толпяков туда идти, потому что они начнут тупить. Следующий. Щиты восстановят, это не страшно. Там он уже горит. Хорошо, сейчас мы его продамажим. Давай, сколько там тебе осталось-то? Там не так уж и много здоровья. Ну куда сюда? Готов. Так, ну что, попробуем? Попробуем отсюда генератор достать. Ага, ага, хорош. Не-не-не, вдвоем не надо. У этого еще чувака щиты не отрегинились. Не знаю, сильно большое, по-моему, расстояние, да? До генератора достать не получится. Но сейчас попробуем, если что. Если что, можно самолетами сюда прилететь. Не, смотрите, достает. Хорош. Мы можем, как вариант, эти турели убить и прилететь сюда самолетами. Не, сейчас генератор рано или поздно мы заковыряем. Тут уже пора подумать о том, куда дальше идти. Да. Эти уже отключены? Хорошо. Пока вроде идет все хорошо. Пока справляемся. Во, очередной генератор упал. Все, ребята, возвращаемся. О, так у меня еще зелы живы. Я уж как-то даже про них забыл. На Гаджу, на Гаджу. Давай сюда иду. Самолеты забираем. Не влазит. Отъел свои булки, уже не влазит самолет. Хорош. Хорош, хорош. Так, что вы тупите? Ну-ка, давайте стоять на месте. Я жду указаний. Мне вот просто интересно вообще логика поведения юнитов. Я сказал идти сюда. Ты сюда пойти не можешь. Надо вот здесь вот стоять, мельтешить, да? Такая логика. Вообще гениально просто. Я могу быть полезен. Так, что там сверху? Там куча турелек. Что я могу сказать? Там у нас куча турелек. Что по подкреплениям, значит? О, неплохо. Риверы, апсы дополнительные. Давайте вот этих ребят заберем. Вот эти ребята мне пригодятся. Так, тут все хорошо. А, зилы, значит. А где зилы? Где мои зилы? Давайте его перехватим так, чтобы он здесь меня не бедокурил. Истинно так. Я готов. До свидания. Я вот только что-то зилов потерял. А вот и зилы. Давайте, ребят, чуть дальше пройдем. Сейчас мы немножко мавышек снесем. И все будет хорошо. Можно прям туда наверх дропнуться, если что, да? Как вариант. Тут все отключено, хорошо. Мне самое главное на ПВОшке включено не нарваться, потому что будет печаль беда. Так. Тихо, 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 тихо. Все хорошо у нас, да? Высаживаемся. Сейчас посмотрим вообще, что у него там есть интересного. Хорошо то, что у них большой радиус атаки, так что можно будет справляться с этими вышками. А с достаточно большого расстояния это очень удобно. Ну давай, Апсуня, показывай, что там. Так, здесь с обеих сторон выш... О, нихера себе, все заминировано. Вот это поворот. К такому жизнь меня не готовила. Кстати, по поводу заминированное. Давайте сейчас эту вышку снесем, и может быть и вниз тогда дропнемся. Сейчас прочистим это минное поле. А дальше что у нас там? Минные ми... О, гасты, нихера себе. Так, а что мне с гастами делать? Просто через атаку послать и убить их? Хм. Остается пока под вопросом. Ну ладно. Короче, ребят, делаем передроп вниз. Наша задача сейчас вообще почухать противника, посмотреть, что там еще у него есть. Залазь, не стесняйся. У тебя билет в первом классе. Хорош. Противник, конечно, здесь зашухарился по полной. Но ничего страшного, сейчас будем летать, подсвечивать эти мины. Так, вот что с гастами делать? Конечно, вопрос остается открытый. Ах ты собака. Тихо, тихо, тихо. Ну, гаста я вроде убил. Хорошо. Как-то немножко криво подрался. Наломился и отдал на мине. Блин, там танк, что ли, еще? Нихера себе. Так, катаны, нужно апса забрать еще. Нужно еще апса забрать. Так, а что это у нас? Пустые корабли. Хорошо. Где-то у меня, вот, апсуня был. Апсов вообще стараться лучше не отдавать, потому что они достаточно важную функцию выполняют. Они подсвечивают, они и показывают мины. Куда вы пошли, блин, под танк-то? Ну, какого хера-то вы ломитесь? Подтверждаю. Ну, конечно, полный бред. Я юнитов на ровном месте отдал. Я жду указаний. На Гадзу. Давай на Гадзу. Херач. Херачите мины. Так, там еще один ГОСТ. Че мне с тобой сделать? Там проблема в том, что танк до меня достает. Я понять не могу, откуда он лупит. Он, скорее всего, на вот этой платформе, которая сверху. Хм. Самолетами, что ли, туда слетать? Так, отлично. ГОСТ мертв. ГОСТ мертв. Мин вроде больше нету, по крайней мере, здесь. Давайте слетаем, посмотрим вообще, что там есть интересного. Истинно так. Так, Абсуня, давай. О, там еще ПВОшки эти бегают. Хера себе. То есть вы хотите сказать, что на шару танк не получится забрать, да? Я готов. Ну, вообще, в принципе, танк это приоритетная цель. Может, давайте попробуем зафокусить его, а? Давайте попробуем, ребят, быстро только. Чего ты желаешь? Херовая, наверное, затея, да? ЧТО ПРИКАЗОН? Ну, конечно, там столько вышек, они сносят, будь здоров. Да, вершитель. Я просто дальше пройти не смогу, пока его не убью. Да, продамажили, конечно, божественно. Там еще один танк есть. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Так, ну, как вариант, можно пойти поверху, да? Почистить хотя бы вот эту вышку. Отлично. Кстати, ребята, как вариант, а что, если подойти вот сюда, допустим, и попытаться достать? Получится или нет? Давайте попробуем ради интереса. Может, хватит рэнджа? Сейчас проверим, ребят, сейчас проверим. Ну, там лучше под танк не подставляться, конечно. А ты сюда не хочешь стрелять, да? ЧТО-то как-то не горит у нас особо желанием. Ха-ха. Ну, вроде вижен даю, не знаю. Ага, понятно. Все с тобой ясно. Ммм. Все с тобой ясно. Так, а что если с самолетами, как вариант? Там, правда, их продамажили божественно. Ну, что поделаешь. Так, эти упыри сразу идут. Хорошо. Так, а что если сделать вот так вот? Сейчас мы их немножко подманим, да? Так, чтобы еще драгоны по ним лупили. Так, делаем, значит, команду стоп, чтобы они стояли на месте. Давай, иди сюда. Иди, 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 иди. Иди сюда. Ой, скоты не хотят подходить, а? Че творят? Понимаешь, что там танк их прикрывает? Че такое? Вот, вот уже лучше. Вот, вот. Куда ты полетел? Ща мы их подманим, ребят. Ща все будет хорошо. Когда вот эти ребята сдохнут, все. Нас уже ничто не остановит. Просто залетай самолетами и добивай. У этих ПВ-шек, конечно, радиус атаки просто божественный. Куда ты полетел? Я тебя спрашиваю. Да куда ты полетел? Ну, ёпту. Че за бред-то? Конечно, войска вступили в бой. Если они сами тут своей атмосферой живут. Принимаю сигнал. На газу. Выступаю. Оттверждаю. Давай, давай. Еще пару выстрелов. На связи. Блокштай. Танк, танк, танк достает. Приступаю. Так, он там один, что ли, остался? Или че? Нет, их двое. Там еще ПВ-шка. О, трое даже. Там просто еще ПВ-шка недалеко. Я согласен. Истинно так. Блин, там еще и ГОС сверху. Отлично. Так, получается, их там осталось двое. А просто зафокусить генератор скорее всего не получится. Давайте хотя бы поближе как-то их пододвинем. Ну, иди сюда. Ага, ага, ага. Подходи, подходи. Беспалево так. Ха-ха-ха. Иди сюда. Сюда иди. Во-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Красавчик. Ну все, ребят, дело за малым осталось. Да, напряженный был немножко момент такой. Пришлось немножко с ним повозиться. Давай, до свидания. Все отключается. Здорово. Так, ну что, у нас остался последний генератор, что ли, да? Так. Что у нас осталось по войскам, ребят? Что у нас осталось по войскам? Тут еще зелы. В подкреплении, значит, давайте самолеты заберем. Дали еще арбитра. Да я даже не знаю, какой смысл его использовать. Мне, в принципе, тех войск, которые у меня есть, я думаю, что хватит. Но так или иначе, сейчас самолетов станет побольше. Это хорошо. Ну, аккуратно. Координаты получены. Ну, аккуратно. Хаос. Итого у нас получается. Шесть драгунов, да? Кто там? Че там? Нихера себе ты ушлый. На связи. На связи. На связи. Так, почти пачка самолетов. Хорошо. Хм. Это такой небольшой намек. Типа, чувак, иди сюда и дропайся, да? Ща посмотрим. Ща посмотрим, что там есть. Так, вышка одна есть. Хорошо. Еще одна. Хорошо. Ну что, ребят, сказано сделано. Попробуем, да? Дропнуться. Аккуратно с краю, так, чтобы не доставало нас особо. Отходим. Отходим и везем следующую партию драгунов. Принимаю сигнал. Первый шоц. Лог в тай. Угу. Так, отлично. Драгуны уже здесь, а самолеты у нас, ну, в принципе, рядом, да? Давайте посмотрим, что там есть у противника. Что там есть у противника? Так, валькирия. Хорошо. Валькирию можно, в принципе, подманить сюда, наверное, да? Если аккуратно это сделать. Вообще, если получится, конечно. Ага, получила по щам, тварь. Стоять. Стоять. Так, что дальше делаем? Там впереди еще бункер есть. Ну-ка, а он палит, палит, не палит, инвиз, интересно. Может, дарками попробовать? Давайте так и сделаем, почему... А, подождите, какие дарки? У нас же еще зелые есть, точно. У нас же еще зелые есть. Давайте самолеты поближе, на всякий случай. То есть, можно через атаку просто зело впустить и все. И не заморачиваться особо. Вопрос в другом там, если будут огнеметчики, конечно, они сделают вырванные годы. Да, конечно, без огнеметчиков, я смотрю, никуда. Так, ну смотрите, ребят, вроде справились, да? Вроде справились. Там еще снизу Валькирия постоянно летает. Ха-ха-ха. Так, стоп, там еще бункер есть. Что с ним будем делать? Давайте, как минимум, драгунов поближе сюда пододвинем, да? Я думаю, что они нам помогут еще. Как в атаке, так и в обороне. Так, Апсуня, иди сюда. Так, еще ПВОшка. Ну-ка. Ну ты должен доставать. Давай-давай-давай, стреляй. Да ты гонишь, ну близко же. Тю. Вот. Значит, что делаем дальше? А... Что делаем дальше? Делов осталось только двое. Дропнуться сюда, что ли? Там очень много ПВО, вот в чем проблема. Не знаю, получится, не получится сюда дропнуться. Просто могут на передропе убить меня. Ха. Йен-то хороший вопрос, Йен-то хороший вопрос. Так. Сейчас пока они пусть чухают ПВОшки, я пока подумаю. Дропнуться сюда или нет. Как бы лучше сделать? В принципе, здесь только одна ПВОшка осталась, да? Может прокатит, может не прокатит. Ну, Валькирия может туда рвануть. Давайте попробуем хотя бы один самолет дропнуть, да? Если получится, будет хорошо. По максимальному вверху, да? Так, чтобы никто меня здесь не запалил. Ну, дропай, дропай, дропай. Дропай. Еще Патл-ы какие-то несчастные. Да сведу, не ёпту. Ну, все, что я могу сказать. Дроп прошел, успешно. Ну, более-менее. Сейчас мы остальные войска туда передропаем, да? И все. Так, стоять боятся. Там уже Патл реагирует на это все. Неплохо они справляются. Ну, у них, по-моему, бонус по бронированным. Хорош. Забираем еще два Драгуна. В принципе, осталось немного. Давайте, ребят, подсветим. Где у меня опста? Вот он, хороший мой. Сейчас все будет хорошо, ребят. Все будет отлично. Ой, что ты там постреливаешь-то? Сейчас я тебя быстро вынесу. Постреливает еще такой. Все, давай, до свидания. Ну что, ребята, остался последний генератор? Да, муторная такая миссия. Но, тем не менее, знаете, рождает такую, скажем так, логику и тактику действий. Ха-ха-ха. Как лучше сражаться. А эти уже пошли отдаваться нормально. Ну что, ребят, поздравляю нас с очередной победой. И прощаюсь с вами до следующих видосов. Подписывайтесь на канал. Большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Всего вам хорошего, позитива, удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok